Ангел, привет! Похожего человека на меня никто не сказал, что это я. Никто это не подтвердил. Четыре. Пятое. Никто из журналистов, сотрудников полиции, никогда ни разу ни ко мне не подходил за 119 дней, не спросил инвекционное задание и удостоверение. Судья со словами, что якобы оно должно быть видно. Но у меня было их три. Сейчас закончилось судебное заседание, мне присудили штраф 10 тысяч рублей стандартный. И тут же сотрудник полиции бьет, что сейчас будет на меня составлен протокол за 2.11.02, за понедельник, когда я забирал Ростислава с колонками, когда заезжали Андрея Маклыгина. То есть я рассматриваю это как политическое преследование в Рио Дегтярево. Я рассматриваю это как политическое преследование власти. И также в первую очередь сотрудников полиции ОП номер 4, которые вчера при задержании моем и во всем нахождении в отделе начальник отдела ОП 4, замначальника ОП 4 и другие сотрудники высказывали ко мне свою личную неприязнь. Она достаточно в агрессивной форме звучала, цепляние, а также цепляние от моего адвоката, пытаясь вызвать на конфликт. Данные действия я рассматриваю как преследование за новинскую деятельность. Сейчас мы увидим криминальное шоу, которое будет продолжаться. Но сейчас меня доставят в ОП 4, потому что у меня ключи, документы и все остальное. И будут уже составлять другой человек протокол. Большое спасибо. Не-не-не, небольшое спасибо. А, Ангел, то есть вы сколько длилось судебное заседание? Судебное заседание длилось с 9 часов, с 9.30 утра до сейчас, не знаю сколько там, 18, 20, 21 час. Сейчас 20 с копейками, да, больше 10 часов. Больше 10 часов. За это время меня вчера никто не кормил, в следственном изоляторе мне ни воды, ничего не дали. Меня там не кормили. Первый раз я сегодня поел, благодаря тому, что мне купил мои знакомые еду. И сегодня мне никто не обеспечил во время суда ни водой, ни горячим питанием, ничем. Мы покупали все за свой счет. Это благодаря тому, что мне помогли добрые люди. Все. Я этот фашизм в отношении журналиста и лично своей персоны, как личная неприязнь, оцениваю, в первую очередь, со стороны власти, со стороны спецслужб. За мою активную политическую деятельность, активную гражданскую позицию и журналистские расследования. И также, в первую очередь, со стороны власти краевых. Это в Рио Детерево. Я считаю, что это заказная вся компания, которая против меня идет уже буквально больше месяца. Помимо того, что вы за мной следили, третировали, нападали и так далее, и так далее, и так далее. Я высказывался. Скажи, пожалуйста, а себе предоставили какое-то видео, где видно, что ты скандируешь лозунги? Там предоставили видео, и на видео виден какой-то похожий человек, неизвестно на кого. Он настолько отдаленный, и он в большинстве своем спиной. Кто этот человек, я не знаю. А этот человек скандирует лозунги? Этот человек, во-первых, не скандирует лозунги, он просто ходит и снимает. А-а-а. Он просто ходит и снимает, и все. Якобы он возбавляет то ли 6, то ли двигается в составе 6 и так далее. Также люди, которые как бы на меня видели, которые похожи на человека, якобы это что я, прям именно с моей фамилией, знали. Они говорили, что человек похожий на меня, у которого только были одни глаза, капюшоны, все, и больше. Больше ничего понять невозможно, неизвестность личность осталась. Он везде бегал, перемещался, снимал с разных точек, то есть не двигался постоянно с колонны и не нарушал ничего. Ничего не прикрывал, никакого отношения не имел, никаких символик, лозунгов вместе с мероприятием, никаких одинаковых не было. И решив, что этот человек, ты все равно решили, что этот человек участвовал в митингах. Скажи, пожалуйста, вот мы сейчас, когда тебя ждали, мы увидели, да, что здесь сотрудники, сотрудники полиции приехали, вот они только что зашли. Здравствуйте. У нас полагаем, что сейчас что-то будет, какое-то продолжение банкета. Как ты думаешь, что-то будет? Это он достаточно с ручками, непонятно, чем с перчатками. Да-да-да, так забавно. Мне кажется, они соскучились по тебе, тебя так долго ждать. Я этого не боюсь. Преследовать меня, терроризировать нет смысла. Я ни от кого не скрывался. Я всегда, каждый день, через день приходил в суд разных районов, в отделы полиции по несколько раз. До ночи здесь держил отделы полиции и в любой из моментов дней, в любой, со мной могли сотрудники переговорить, когда мы снимали их в отделе. По два, по три, четыре, пять часов. В ночные съемки. Тот, кто хотел меня найти, спокойно мог поговорить со мной, проблем никаких бы не было. Но эту форму изоляции меня, как форму воздействия, издевательства, унижения чести и достоинства, деловой репутации, они выбрали. Сегодня я покушал, но я объявляю голодовку. Пошли они на закон. Вот грубо говоря, по-другому с ними бороться нельзя. Я объявляю голодовку. Меня не кормили вчера весь день, сегодня весь день мне не предоставили ни еды, ни воды, ничего, ни средств гигиены. Ничего. Это фашизм. Натуральный фашизм.